Так, а у нас... Мы снова против Максима Амариева. Как мы с ним так часто в титульниках-то попадаем всегда? Ну, я, конечно, приветствую Максима. Ну, поехали. Опять дебют, грубо говоря. Ну, конечно. Но у меня с Максимом что-то типа 10-0 счет в мою пользу. Поэтому, наверное, не самый худший ребёв. Хотя, счёт, конечно, не по игре. По игре, наверное, всё-таки побольше у ночков должен был набирать явно. Так. Ну, X5. Я думаю, X5 не ошибка. В идеале такая идея H5, чтобы коня на H5 поставить. Да, Максим, как обычно, играет дебют гроба. Часто он им балуется. Но имеет право. Имеет право. Я видел, он и, по-моему, Джабаву даже обыграл в дебюте гроба, если не ошибаюсь. Так что, видимо, может быть, дебют не так прост, как хотелось бы. Кому-то. Так, давай Е4. Прихватим пространство. Всё. И вся. Опять подорвём. Не знаю, что тут происходит. Да, но проблема была в том, что они не смогут закрепить пешками. Да, поэтому взять ЖП5 вполне логично. Так, ну, бить на Д4 как-то не хочется. Значит, я пешку никогда не съем. Хотя и можно, конечно, в теории. Побить конь Е7, конь Е5 на доминацию. Ладно, дай побью. Как-то конь Е5 не меньше нравится. Играю конь Е7, играю конь Е5. И проблема в том, что висит на Д4. А слон Б2 или Е3 тогда на Ж5 падает. А если Х4, тогда конь Е5 и рокироваться нельзя из-за того, что висит на Х4. Мне кажется, тут в этом плане проблема у белых. А вот такой ход, чтобы Е3 пойти. Это, наверное, неплохо сыграно. Этот ход я как-то немножко недооценил. Ладно, конь Е5. Есть ещё Е3 какая-то идея, но нет. Ладно, конь Е5 пойду. Ф5. И, в принципе, можно конь Х4, мне нравится. Нападаю на слона. Если слона давать, то очень слабые белые поля. А если не отдавать слона, то тоже что делать? Отдаёт. Хорошо. Так, Сон же 4. Залезаем в гости. Спрашиваем, как дела. Так, тут просто рокировка. Да, но у белых, конечно, король не обеспечен. Хотя они уйдут в 3-0, и как мне их атаковать, не так очевидно. Да, ну, забавная позиция. Позитурка-то забавная. Можно ладят С8, с идеей ладят С5, неожиданно. Там ладят С5 провисает на 1. Где-то есть идея ещё как-то напасть на слона, подвести ферзя, и с идеями какие-то там удары слон подвисает. Так, давай ладят С8. Грозит ладят С5. Там слон С3, двойной удар. С победой. Так, тут ладят С5 уже нету. О, ещё как-то пешку Д5 втакуют. Неприятно. И, кстати, не совсем поэт, как её защищать. Ладно, давай А4 попробуем сыграть. На так идея ферзь А5. А на так я хотел тоже ферзь А5. Теперь на конь С3 ладят С5 очень сильно, мне кажется. Ферзь С3 нельзя. Что делать-то делать? Король Ф1 надо ходить. Но Король Ф1 это очень некрасиво смотрится. Тем не менее. Так, ферзь С2 мне нравится ход. Заезжаем в гости. Просто хочу поставить Матильду. Матильду Ивановну. Так, во времени впереди. Это хорошо. Кстати, появляется идея слон бьёт Д4. И там провисает. Тенгеном слон. Ферзь Б2 не спасается. Он едва мат. Если что. По-моему, тяжёлая позиция у белых. Несмотря на две лишние пешки. У чёных очень уж большая активность и давление на белого короля. Просто мат висит. Не знаю, ладят я, по-моему, строго единственный доход. Чё Максим думает. Непонятно. Так, ну слон Д4 есть. Симпатичный ударчик. Вполне он мне нравится. Может быть, есть чё-то ещё. Понимаете, два можно пойти. Так, ну хочется как-то сразу выиграть. А как сразу выиграть, не видно. Потому что одного хотения недостаточно. Но Ф6 вполне логично смотрится. А, Ферзь Б2, кстати, хода нету. Я Ферзь Б2 немножко побавился. Правда, Ф6, Ферзь Д5 есть. Кр. Добавляшь 7. Ферзь Е4. Там ФЖ. Ладно, давай Ф6. Всё. Погнали. Во все тяжкие. Напрягаем Максима по максимуму. Просто ФЖ. Виклиниев. Так, ФЖ. Не, эту я отдам. На эту я даже смотреть не буду. Штукенцию. Так, теперь можно, по-моему, так заканчивать парт. Нет? Ладей Ф2. Так. Ферзь Д5. Там король Х7. И всё. Бам! Ой, погодите. А жертва Ферзя проходит? Даже жертва Ферзя. Просто Ферзь Ф2. Ладей Ф8. Ладья. А, подождите. Там. Король туда. Д4. И слон Е5. Мат. Ладно, давай без жертвы Ферзя. Как-то страшно стало. Хотя, по-моему, там мат тоже был. Очень хотелось, честно говоря, занести. Значит, я боюсь, что там... Я не уверен. Вроде там должен быть мат. Давайте чуть понадёжнее. Блин, надо было жертвовать Ферзя. Так красиво было бы. Эх. Ладно, покажу после партии. Ну, тут конец, да. Так, слон H3 самая, наверное, чёткая, русская. Можно и так. Так. Сюда. 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 И мат. Вот так вот. А, блин! Или стоп, подождите. Так, работала ли жертва Ферзя? Так, тут победа. Всё равно симпатичная, в принципе. А неинтересно, работала ли жертва Ферзя. Вот тут я считал. Ферси в 2. Давайте пока без движка. Король в 2. Ладей в 8. Так, ну если так, это мат. Я думал, король G3. Тут я думал, конь F5. Другому вроде не видно. Конь F5. Король F2. Тут я думал, конь D4 шах. То есть теперь, что если так, то слон Е5 мат. Но тут такой ход есть. Тут я думал, так. Сюда. Так. И сюда он прячется, зараза. Я, конечно, могу съесть, но тут как-то непонятная вообще позиция. Да, всё-таки маты вроде... Давайте движок спросим. Да, да. Фу, Ферси в 2 не проходило. Хорошо. Ферси в 2 у белых выиграно. Я доволен. Потому что если бы был красивый какой-нибудь мат, я не нанёс бы. Это было бы обидно. А так я вот очень хотелось, но маты у чёрных, к сожалению, не находятся. Хотя вот прям очень близко. Ну да, самый чёткий ход в Ладей в 8. У белых совсем безнадёжно. Спасибо.